Друзья, всем привет! С вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. И сегодня я бы хотел поговорить с вами о одном из величайших вокалистов 20 века. Его очень часто упоминают в топ-100 лучших рок-вокалистов мира. И очень часто он стоит на первом месте рядом с такими именитыми вокалистами, как Элвис Пресли или Роберт Плант. И имя этому вокалисту — Фредди Меркьюри. Сегодня мы попробуем с вами разобраться, в чем уникальность голоса Фредди Меркьюри. Как кости, зубы и мягкие ткани могут влиять на формирование вашего тембра голоса. Почему Фредди часто нелестно отзывался о своем голосе и даже говорил, что он его ненавидит. И как так получилось, что очень часто на живых концертах Фредди исполнял свои песни не так, как в студийных записях. Особенно часто выстраивая второй голос и не пропевая предельные верхние ноты. И все это мы сегодня с вами попытаемся выяснить, друзья. Друзья, этот канал появился из-за моей любви к музыке. И эта любовь свела меня с вами. И для тех, кто не может жить без музыки так же, как я, есть сайт Все Майки. Теперь у меня есть крутая толстовка с 3D принтом моей любимой группы Дипиш Мод. А также я материализовал свою идею в удобном конструкторе и сделал себе потрясающую хлопковую футболку с изображением Фредди Меркьюри. Во-первых, потому что он невероятный вокалист и певец, а во-вторых, потому что это очень подходит нашему сегодняшнему выпуску. В конструкторе также можно создать любой товар со своим фото. Я думаю, что это будет отличный подарок на приближающийся День Святого Валентина. А еще здесь есть крутые парные принты для него и для нее. Можно заказать себе футболки с парными принтами и сделать фотосессию, или, например, заказать пижамы с парными принтами и кайфовать дома. Ну или еще один вариант заказать своей половинке принт с ее любимым фильмом, с аниме или с любимым артистом и все, что угодно, от чего он или она фанатеет. Ведь на сайте больше сотни тысяч принтов на десятки тематик. Переходите на все майки по ссылке в описании и используйте мой промокод на 15% скидку. А самое крутое, что он суммируется со всеми скидками на сайте. Продукция, кстати, очень приятная к телу и отличного качества. Говорю вам это как модельер по первому образованию. Что ж, Фредди Меркери можно поистине назвать уникальным вокалистом. Он имел необычайно красивый, мощный и ни на кого не похожий голос. Многие его фанаты впадали в экстаз от одного звучания его тембра. Другие же говорили, что он поет не очень, то есть что его техника оставляет желать лучшего. Но практически все согласны с тем, что он имел уникальнейший тембр голоса. Что его техника голосоведения отличается практически от всех рок-вокалистов того времени. И мало у кого повернется язык сказать, что Фредди Меркери был плохим вокалистом. Это чистое божье, правда. Сразу хочется оговориться, что физиология конкретного человека напрямую влияет на то, какой будет формироваться у него голос. Очень многие люди до сих пор спорят, какой же тип голоса был у Фредди Меркери, баритон или тенор. Многие любители приписывать Фредди к баритонам руководствуются тем, что когда-то, когда он записывал свой альбом с Монсеррат Кабалье, она ему сказала, что ты очень хорошо мог бы звучать баритоном, почему ты не поешь баритоном. Потому что. И впоследствии в интервью она не раз говорила, что у Фредди был баритон. У него была прекрасная техника пения, немножко даже оперная, и у него был баритон. Но стоит ли нам доверять ее мнению? Да, действительно, она была выдающейся оперной певицей, но не каждая выдающаяся оперная певица может стать выдающимся педагогом по вокалу. Напомню, что когда-то она даже лестно отзывалась о голосе Баскова. Что в очередной раз говорит о ней как не о самом компетентном педагоге по академическому вокалу. Но опять же, друзья, кто я такой, чтобы судить великих? Даже если принять, что Фредди Меркьюри был баритоном, то как же объяснить то, что он мог держать настолько невыносимые тесситуры даже для теноров? Если вы послушаете множество из песен Queen, то вы поймете, что там иногда невероятно высокая тесситура, которую не каждый тенор может выдержать. Очень часто о его голосе лестно отзывались такие мэтры, как Муслим Магомаев, как Луча на повороте и многие другие. Это в очередной раз подтверждает, что он все-таки был выдающимся вокалистом. Но давайте попробуем разобраться, а в чем конкретно заключалась уникальность голоса Фредди Меркьюри. Давайте. Начнем с того, что наши кости, наши мягкие ткани и даже наши зубы могут оказываться проводником для звука. Могут распространять звуковые волны и становиться своеобразным ревербератором для голоса. Так вот, если мы взглянем на фото Фредди Меркьюри, особенно на его детские фото, то там отчетливо видно, что у Фредди очень сильно выступала передняя челюсть, а его зубы были настолько большими и крупными, что не помещались в челюсти. Также очень многие писали, что у Фредди Меркьюри на верхней челюсти были лишние зубы. Это генетическая особенность, которая в первую очередь проявляется у жителей Ирана. И если мы обратимся к биографии Фредди, то мы поймем, что он был из Зензибара. Но при этом его родители были родом из Ирана и переехали в Зензибар из-за религиозных преследований. Впоследствии они все вместе переехали в Великобританию и жили там. Так вот, если принять, что у Фредди были лишние зубы, что добавляло реверберации и выводило его звук вперед. Кстати говоря, Фредди не раз упоминал, что ему предлагали сделать операцию выровнять передние зубы, немножечко увести переднюю челюсть назад. И проконсультировавшись со многими специалистами, он пришел к выводу, что это может видоизменить его тембр голоса, что на самом деле имеет место быть. Потому что наша форма черепа, наши мягкие ткани, мышцы, форма зубов, всякие выступающие челюсти или наоборот западающие челюсти могут влиять на формирование тембра. А что такое тембр? Тембр голоса это количество определенных обертонов, высоких частот, низких частот, средних частот, дополнительных каких-то артефактов, которыми насыщается наш голос после того, как он проходит весь процесс резонации. И в этом смысле опасения Фредди были действительно оправданными, потому что никто не может сказать точно, изменился бы его голос, мог бы он петь все эти высокие ноты, которые он пел до этого, или не мог. Также очень занимательным является то, что Фредди в своем вокале использовал свои ложные складки. Что такое ложные складки? Это слизистые оболочки гортани в виде складчатых мембран, которые находятся над нашими голосовыми складками. Ложные складки очень часто используют в своем пении тувинские монахи или люди, которые используют так называемое обертонное полифоническое пение. Благодаря такому звучанию голос приобретает специфичное учащенное вибрато и могут проявляться какие-то артефакты в звуке в виде расщеплений, рычания и тому подобное. Такую технику часто использует, например, Анна-Мария Хеффеле. Она создает тон своими истинными складками, в то время как обертон создается за счет ложных складок. Фредди очень часто использовал ложные складки. Возможно, он делал это непроизвольно, возможно, это происходило само по себе, но при этом это создавало учащенное специфичное вибрато, которым и отличался его тембр голоса. Также, если мы послушаем ранние записи Фредди, то мы поймем, что он часто использовал свой головной звук, свой фальцет. Но на концертах он практически никогда им не пользовался. Это связано с тем, что рок-концерт это в первую очередь представление, это энергетика, нужно подавать очень мощную энергию. И Фредди не мог себе позволить использовать фальцет, тем более тогда, когда он выступал для огромных стадионов. Он, естественно, для усиления драматизма, для усиления энергии, непроизвольно использовал свой полноценный грудной голос. И не всегда у него это получалось хорошо. Есть очень много записей, в которых можно услышать, как Фредди Меркьюри срывает свой голос, как у него кексует голос. И это нормально, совершенно нормально для вокалиста. Особенно для рок-вокалиста, который дает по 10 концертов за 10 дней. Тем более, если учесть, в каких тиссетурах и с какой насыщенностью и мощностью пел Фредди Меркьюри. Также очень частые срывы и так называемая лажа происходили у Фредди из-за того, что у него были узлы на голосовых складках, которые он также не оперировал. Он старался распеваться. Он в шутку писал, что я распеваюсь как будто бы псевдо-оперным вокалом. И делаю это голым, потому что без одежды у меня получается гораздо лучше. Сейчас сложно сказать, так он рофлил над журналистами или он это говорил всерьез. Но тем не менее, факт остается фактом. При этом на живых концертах Фредди очень часто любил видоизменять вокальную партию. Это также было связано с определенной спецификой его профессии. Поймите, очень сложно на протяжении двух, а то и двух с половиной часов держать вокальную линию в таких тиссетурах, тем более, если он был баритоном, как утверждают многие. Не состыковочка, по-моему. Назовите мне хоть одного баритона, который справится хотя бы с одной песней Фредди Меркьюри. А Фредди мог пропеть 20 песен за один концерт. И, естественно, это будет огромным испытанием для любого вокалиста, даже для тенора, не говоря уже о баритоне. Поэтому, чтобы избежать лишних срывов и уже руководствуясь каким-то определенным опытом, который был у него до этого, он очень часто спускался вниз, пел второй голос и видоизменял свою вокальную партию. И он мог себе это позволить, так как у него всегда был поддерживающий голос Роджера Тейлора, барабанщика группы Квинн. Который, по мнению многих, также являлся обладателем уникального голоса, контртенорового или тенора Альтина, очень высокого. Кстати говоря, все верхние ноты в песне «Богемская рапсодия» самые предельные спеты именно Роджером Тейлором. И вообще у них в коллективе было такое негласное правило, что все верхние ноты поет Роджер, в то время как средние ноты поет Фредди и нижние ноты поет Брайан Мэй. Они все умели неплохо петь, за исключением Джона Дикона, басиста, который старался этого не делать. Но иногда все равно включался в процесс, особенно когда они писали какие-то хоры. Что ж, друзья, можно уже сказать, что особенности голоса Фредди Меркери заключались в том, что у него было специфичное строение черепа, в том, что у него были лишние зубы, которые добавляли резонации его звука, в том, что он часто использовал ложные складки для вибрато и для воспроизведения верхних звуков. Когда он пытается петь верхние ноты, это ля, это си бемоль, можно услышать, как у него в голосе появляется значительный дисторшн, то есть это большое количество давления на голосовые складки. Конечно, неудивительно, что при таких условиях у него сформировались узлы. Фредди Меркери был невероятным вокалистом, для многих он есть и является примером для подражания. Например, есть такой интересный певец Марк Мартелл, который очень часто упоминал, что схожесть его голоса с голосом Фредди Меркери во многом обусловлена тем, что они физиологически очень схожи. Если мы посмотрим на их фотографии, то строение их черепов очень похоже. Каждому человеку от природы дан уже свой индивидуальный, уникальный голос. Голоса могут быть чем-то схожи, но нет ни одного голоса, который идентично совпадал с другим. Даже голос Фредди Меркери очень многие ученые изучали и до сих пор изучают по старым записям, пытаются выяснить, в чем же заключалась уникальность его голоса. Многие пишут, что у него был огромный диапазон, что он мог внизу звучать, как такой плотный баритон, а наверху петь таким ультразвуком, как дельфин. Но многие ученые сходятся на мнении, что у него был обычный среднестатистический мужской голос. Обычно это баритон. Но, кстати говоря, и драматические тенора, особенно на ранней стадии своего, так сказать, развития, могут звучать как баритоны, особенно в середине и внизу своего диапазона. И многие драматические тенора утверждали, что начинали они с баритонов. Да и вообще, в принципе, когда мы говорим с вами о рок-музыке, когда мы говорим с вами о неформальной музыке, то нам не так обязательно классифицировать голоса. Главное, чтобы голос звучал свободно, полетно, мощно, чтобы он вызывал восторг у публики, чтобы не было ощущения, что человек напрягается, или что ему неудобно, или некомфортно. Конечно, многие прославленные педагоги или крутые вокалисты могут сказать, что у Фредди Меркьюри не такая уж была и выдающаяся вокальная техника. Но Фредди Меркьюри хорош не за свою вокальную технику, а именно за свою индивидуальность, именно за свой темперамент, именно за свою креативность, за музыкальность. Так что, друзья, вот такие вот интересные перипетии с голосом могут происходить. Фредди очень часто упоминал, что он не любит свой голос, что он его ненавидит, что он хотел бы, чтобы у него был другой голос. Но я думаю, что это знакомо каждому. Брюнетки хотят быть блондинками, кудрявые люди хотят быть с прямыми волосами. Это извечная проблема. Мы всегда будем чего-то хотеть, а когда будем этого получать, будем хотеть еще большего. Да, это жестко. А я хочу лишь того, чтобы вы смотрели этот канал, радовались, подписывались на него, ставили свои лайки, рассказывали об этом канале друзьям, и чтобы ваш голос никогда вас не подводил и всегда вас радовал. А для этого я, собственно, здесь и сижу. Ваш дорогой друг Александр Руманчук. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск, что он был вам очень полезен. Встретимся в новых выпусках. Смотрите старые выпуски. Продолжение следует...